Ты получал сообщение, я бы просылал, что он в воду. Остальное разношение, контракт. Ну понятно, какие эмоции вообще. Эмоции нормальные, потому что не едут на сборах. Хорошо подготовлены к чемпионату, дальше хочу играть. А для вас лично, что вы ожидаете от перехода вашего? Что вы хотите добиться? Хочу сбиться успеха с сборами, играть. Нормально. Все время играть, чтобы не попадать в сбор, играть в сбор. А как все произошло? Несколько быстро контракт пришелся? Ну расскажи о процессе. В принципе быстро. Недолго. Приехал в Петровск. 9 числа вечера, Рома Зазулил, себя поселили. Все объяснил, показал. Семья у него, хорошую жену, дочь. Так встретились с ребятами, чуть покушенные. Потом прошел медосмотр. И, в принципе, сегодня я потом подпишал. А с Нейроном Баганчем был разговор? Ну, был, в принципе, и в Азии. Так уже, в Азии, как можно сказать, поговорили. Но основной разговор, в принципе, был по телефону. В общем, как... Когда шло, я... Такой адаптации не понадобится, да? Все ребята знакомые. Ну, в принципе, да. Много сборников у нас. Ну, как не знали раньше. Ну, благодаря Днепру, и ожидаешь, наверное, получите национальное сборное. Конечно. Постоянное. Конечно. Хочу их быть. Миром Багданович неоднократно подчеркнув, что мне на Днепру нужен был центральный адаптации полозащитника, но тоже как-то решили. Ну, в большей степени то, что в основном, как, Динамо я поговорил, в принципе, стоило уже по разговору уходить оттуда. Когда аренда, не аренда, там уже, то уже такое договаривались, но было понятно, что уже надо, и я хотел очень играть, потому что в последнее время было очень тяжело даже домой приходить, без настроения постоянно, не играем. А то, что за племейкой разуме не спалю, это сколько мы поговорили, сказали мне, что меня требуют, что хотят, я сказал, что, в принципе, это по кругу, буду стараться делать. Ну, а главное сейчас на сбор подготовиться, и хорошо потом уже заслужим доверие. Спасибо вам, удачи вам, удачи вам, удачи.